Месяц раздумий и руководство мессенджера WhatsApp объявляет об окончательном решении изменений в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook. Подробнее в нашем следующем сюжете. В настоящее время любой программный продукт является источником сбора информации. Он может содержать как персональное сведение, так и некоторую частную информацию, к примеру, местонахождение человека и какие-либо действия на его устройстве. Обычно у программных продуктов есть определенные пользовательские соглашения и настройки. Как раз в настройках и находится информация о том, какие сведения используются в деятельности определенного продукта. То, что сейчас мы видим на примере WhatsApp, это такой частный случай, который показывает, что компания действительно может использовать сведения, получаемые от своих пользователей в интересах и других, третьих сторон. Но в данном случае Facebook является компанией, которая является разработчиком WhatsApp. Есть такое понятие, как корпоративный сковор. В таком случае данные, полученные из одного программного продукта, предоставляются в пользование другому. Но WhatsApp и Facebook решили это дело узаконить путем получения согласия от пользователей. Если он не согласен с передачей части информации о его активностях, то разработчик отстраняет его от сервисов. Так или иначе, у любого программного продукта могут быть как открытые возможности, так и скрытые. Что касается скрытости, то здесь пользователь не может определить, какая именно информация собирается, передается и в последующем используется. Но в политике WhatsApp все немного иначе. Здесь, в общем-то, в пользовательском соглашении прописывается, какого рода информация будет передана, то есть какая информация используется программой WhatsApp и, соответственно, какая информация будет передаваться в Facebook. WhatsApp и Facebook – компании, которые находятся под единым управлением, поэтому использование базы данных от одного программного продукта, скорее всего, закономерно и для использования другого, в том числе для продвижения рекламного контента и для более эффективной настройки предложений и сервисов для пользователей. Речь не идет о передаче личной информации, то есть речь не идет о доступе к контенту, не идет речь о конкретной переписке, об адресной книге. Здесь, в первую очередь, по крайней мере, пока описываются такие параметры, как геопозиция, как IP-адрес гаджета. Весь официальный перечень запрашиваемых и передаваемых параметров представлен в пользовательском соглашении, поэтому каждый пользователь сам принимает решение – остаться или уйти. Энджи Минибаева, Универньюз.